Сортечно запрошаем вас на самый лепшем свете. Каравай-фест Батькова Волка. Место, где по-отечески, по-родному, по-доброму пахнет хлебом. А со сцены звучит настоящий гимн Каравай-феста. Подпевают все певицы. Алина Чижик сама написала музыку для композиции. Да такую, что песня стала хитом всех праздников хлеборобов. Дать, что-то в луто, вечно ли в луто, Света детей, хлеб на селе. Да, центральное место ей традиционной свислочской плетенки, которая и получила народное название «Батькова Булка», в этом году удивляет не только вкусом, но и размером. Рекордную пятиметровую плетенку изготовили гродненские пекари. Мы отпекали ее в нашем булочном цеху в большой туннельной печи. Перед этим, конечно, тренировались, репетировали около недели, плели, подбирали режим выпечки. И вот в итоге вчера мы свежую плетеночку испекли сюда на каравай ПС. Немало и желающих научиться плести косы из сдобного теста, чтобы получилась та самая булка, которая покорила всю страну. Что же все-таки секрет вкуса настоящей «Батьковой Булки»? Ну, «Батькова Булка», натуральные продукты и белорусская душа. А еще рецепт, который в Свислочи передают из поколения в поколение. Наш, исконно белорусский. Именно поэтому все, кто пробовал эту плетенку, говорят, вкус напоминает детство, родительский дом, тепло и мирную жизнь. Так же сказал президент. Во время визитов Свислоч три года назад ему предложили для дегустации продукцию в местной пекарне. Тогда еще никто и подумать не мог, что после выхода репортажа в телеэфир с легкой руки Александра Лукашенко скромная, но очень душистая плетенка прославится на всю страну. За ней едут не только белорусы, но и иностранцы. «Батькова Булка», потому что наш президент приехал в Свислоч и пришел на завод и в хлебопекарню и попробовал наш хлеб, именно Свислочский хлеб. Но он у нас на самом деле славится, это вкусный хлеб. Праздник прям белорусский, душа вот. Да, весело, вкусно и традиционно по-национальному. А еще «Батькова Булка» и в целом Свислочский каравай-фест стали символами труда на земле, традиций, процветания и единства. Не зря говорят, хлеб на столе – мир на земле. Продовольственная безопасность обеспечена. Этот праздник, он славит человека труда. И этот праздник для меня, он воспринимается, он является для меня душой нашего Свислочского района, потому что в этой «Батьковой Булке» следоточие полевода, агронома, экономиста и бухгалтера, руководителя хозяйства, привлеченных работников в социальной сфере, пекарей, продавцов и так далее. То есть, одним словом, всех тех, кто, практически подавляющее большинство нашего района, всех тех, кто принимает участие в создании вот этого маленького шедевра. Это не была идея спущенная сверху. Это идея, которая родилась вот действительно вот здесь, на этой земле, и уже доказала свою жизнеспособность. Отведать «Батькову Булку» впервые приехал серебряный призер в мужской академической гребле Олимпийских игр 2024 Евгений Золотой. Спортивная диета не помеха, когда цену хлеба знаешь с детства. Атлет и сам, родом из деревни. Достоин ли хлеб этот золотой медали? Я думаю, да. Будем стараться. Вспомним этот хлеб в 28-м году, надеемся. В этом году «Каравай-фест» расширил формат и уже претендует на главный хлебный праздник страны. Роскошные караваи, которые весят более 10 килограммов, объединены общей тематикой. 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летие института президентства. Здесь же различные варианты хлеба от современных с интересными вкусовыми добавками, например, с горчичным маслом, до хлеба Победы, монастырского, зайчикового. Конечно, одно из важнейших событий этого года – это полет нашей белорусской Марины Василевской в космос. Пекари не могли обойти внимание это событие и изготовили вот такой вот космический белорусский хлеб. И таким образом выразили гордость за свою страну. А вот гордость за свое предприятие хлебным мастерам, безусловно, добавит вкус Победы на битве пекарей. Вот эти конкурсные шедевры из теста – макеты известных объектов, связанных с достижениями в Беларуси. Впервые авторам лучших хлебобулочных изделий присвоен знак качества «Батькова булка», который они смогут размещать на своей продукции. Евгений Горавский в лидерах уже третий год подряд. В прошлые годы изготовил из слоеного теста Гродненский драмтеатр и Покровский собор. В этот раз Гран-при получил за старый замок и Каложскую церковь. Сложность в том, что внутри-то есть каркас из картона, а картон от влаги, он становится таким некрепким. И поэтому нужно делать очень продуманный, масштабный этот проект. Я рисую сначала все, потом выклеиваю, вырезаю. Ну, там очень много работы. Не только увидеть, но и попробовать. Например, хлеб, который включен в список нематериального культурного наследия Беларуси. Его издавна пекут в деревне Жаровка Минской области. По семейным рецептам. Попробуем. Вкусно пахнет. Я думаю, что и есть еще будет так самое смешно. Ну, гадайте секрет. Что-то добавлено, но я не могу понять, что. Мука, молоная на жерновах. Закваска настоящая на жерновах, да? Да, да, да. Откуда еще ничего не забрано, цельное жерно. Вот этот аромат, наверное, как раз таки. И травы, и поле. И все, все, что. Чем пахнет поле, тем пахнет хлеб. Потому что у жерни, оно еще заховалось. Так и есть. Очень вкусный. Каравай-фест в Свислочи проходит всего в третий раз. Но он уже стал родным для местных жителей. А те гости, которые приезжали в прошлом году, не смогли не посетить праздник вновь. Ведь это наша белорусская культура. Трудолюбие и дружба, символом которых и стала Батькова булка. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродненская область.